Красногорские школы в топ-300 образовательных учреждений Подмосковья. Итоги прошлого учебного года подводили на окружной августовской педагогической конференции. СОЖ номер 10 и 11, лицей номер 4 и Архангельская школа. И вновь выше всех в рейтинге 15-й. Она вошла в сотню лучших в Московской области. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим коллегам из пяти школ, которые вошли в зеленую зону по итогам областного рейтинга. И, конечно, от всей души поздравить школу, которая добилась наибольших показателей, наивысших. Заняла 23-е место в рейтинге областных школ. А я напомню, что в Подмосковье более полутора тысяч школ. Областной рейтинг, как индекс успеваемости, он складывается из многих показателей, в том числе количество сдавших ЕГЭ на 100 баллов. По итогам прошлого года 11 красногорских ребят могут этим похвастаться. Причем двое – 100 бальники по химии. В отчете Управления образования отмечены общий уровень обученности. Он больше 99% и качество знаний свыше 55%. Почти 10% детей окончили учебу, но одни пятерки. Но вместе с тем, по словам Натальи Тимошиной, системе образования городского округа еще есть над чем поработать. Зачислено почти 31 тысяча детей в нашей школы. Это большая цифра. Это почти на 2500 больше, чем в прошлом году. Поэтому мы постоянно растем, увеличиваемся. И это, наверное, одна из основных причин, что мы не уменьшаем второй смены в этом году. Если в прошлом году был процент второй смены 6,83%, то я думаю, что в этом году мы повысим его примерно до 9-9,5%. Но вот так вот у нас микрорайон большой, растущий. Эта августовская педконференция была посвящена нацпроекту образования, в рамках которого семь школ уже получили финансирование, еще четыре стали так называемыми точками роста, три получат оборудование в рамках развития цифровой образовательной среды. В День знаний в Красногорске откроют свои двери 34 школы. Одна из них новая в Изумрудных холмах. Впервые за парты сядут 4242 первоклассников.